Альфа-банк расширил условия по семейной ипотеке и снизил ставку до 5,5%. Успейте оформить в марте. Всем доброе утро, любимый мне пожарил блинчики с пылой жарой, это мои любимые, а сметаны нету. У меня есть вот такое варенье малиновое, но это просто малина перетертая, очень вкусно, буду с малиной есть. Готовим Алисочку в школу, сегодня у них праздничный классный час, с поздравлениями скорее всего будет. Не знаю слышно меня или нет, так, ну что, поворачивайся ко мне. Делаем объем у корней, сейчас получше нагреется. Очень круто, вчера Алисочка сделала, ей понравилось. И весь день волосы выглядели очень свежо, очень пушистенько, так объемчик был. Вот эта вот классная штука, ни разу еще не ножалела, что купила ее. Вафельницу. Да, ну, конечно, нельзя ей часто делать, только по особенным случаям, но вчера вот мы начали экспериментировать, чтобы сегодня выглядеть прям супер. Мама. Ау. Ну хватит. Расскажи зрителям, что это такое. Это голос чайки. Голос чайки. Чаечка, да? После домашних уроков приходит от Титани и начинается, и начинается голос чайки. Ой, какая красивая. Можно еще, кстати, покрупнее купить будет потом. Очень ветрено. Колготки положила тебе капроновые. Короче, первым уроком физра. Пока-пока, зайка. Пока. Хорошего дня. Первым уроком у Алисы физра, а потом уже линейка в конце. Приняли с Лешей решение, что, наверное, будем менять мы стиральную машинку. Проблема в том, что, ну, во-первых, мы ее немножечко подпортили плохой водой, которая у нас была здесь до того, как мы установили систему очистки. Вот здесь Леше даже пришлось немножечко, так знаете, реставрировать машинку этим пленкой. Потому что из-за плохой воды у нас начал протекать вот этот вот отсек. Вот. И на днях у нас зашумел подшипник. Все, он так прям жжжжжжж. В общем, не знаю, насколько его хватит. Ну, посмотрим. Так тяжеловато она идет. Тяжеловато идет. В общем, сейчас мы думаем, выбираем, какую машинку взять. Хотели мили. Хотели взять вот такую мили, как у нас сушильная машина. Ну, Леша говорит, что ему больше нравится все-таки эко-баббл, которая стоит у нас на юбилейном. Вот она ему очень нравится. И как стирала она, и что у нее есть загрузка дополнительная. Это, кстати, немаловажно. Здесь очень крутой барабан. Он с подсветкой. Большой объем на 8 килограмм. Но не хватает именно вот этой дополнительной загрузки. Я стираю очень много, а режим иногда, знаете, бывает там на час. Но вот эту машинку я, конечно, люблю. Но посмотрите, это просто космос. Космическая. Я очень люблю этот блокнот. Он когда-то был Алисин. Но потом я его забрала себе. Под свою писанину. Ты бы зимой какая плелесть. Я прям не могу. Это в каком-то детском развлекательном центре Алисочка играла. И там, ну, как всегда, фотографы есть. Фотограф ее нафотографировал и предложил нам купить вот такой блокнот. Мне он очень понравился. Я его купила. Мы хотим сделать ремонт в комнате Алисы. Я измерила комнату. Леша уехал по делам. Сама измерила комнату. Сейчас я ее нарисую. Значит, в длину она 4,20. В ширину она 2,95. И до двери у нас 3 метра. 3,00. Задача состоит в том, чтобы Алисочке купить кровать на метр сорок. Потому что метр шестьдесят у нас уже стояло. Слишком мало свободного места остается по бокам. Хотя здесь у нас предусмотрены розетки. В общем, будем брать метр сорок. И, наверное, будем размещать ее вот здесь, сбоку. Ну, хотелось бы немножко это все визуализировать. Поэтому я решила начертить на бумаге, что примерно у нас получится. Алиса просит туалетный столик с зеркалом. От письменного стола мы решили отказаться, так как Алиса за ним практически не сидит. И уроки она делает в основном либо на кухне у нас дома ей удобно. И свет хорошо падает. И места много. Стол широкий, такой просторный. Или у бабули она делает уроки. В общем, в комнате ей действительно не очень нравится сидеть вот здесь вот в уголочке. Короче, мало времени она проводит за этим столом. Поэтому лучше сделаем ей вот такой вот стол, как трюмо. А может быть, это будет письменный стол с зеркалом. Не знаю, что получится. Но решили вот такой столик заказать. Плюс мне нужно примерные размеры ковра. И вот сюда мы ей поставим два больших плательных шкафа. Шкафа. Вот такие вот распашные шкафчики будут. То есть вот этот столик мы поставим либо сюда, либо если кровать будет стоять по-другому, то поставим вот сюда. Ну, смотреться, знаете, в зеркало, когда тебе в спину бьет солнечный свет, не очень удобно. Поэтому, скорее всего, столик будет стоять либо вот так, либо чуть-чуть наискосок. А кроватка будет вот здесь. В этом доме мы живем уже третий год. Хотя кажется, наверное, что мы заехали сюда совсем недавно. На самом деле живем уже три года. И пора бы сделать ремонт, поменять обои. Может быть, что-то докупить из мебели. Не знаю, будем думать, ребят. Будем думать. Надела сегодня свой костюмчик новый. Немножко электризуется. Почему, не знаю. Антистатик нужно купить. Выглядит очень хорошо. Очень красиво так, стильненько. Вот сижу, работаю, чувствую себя. Вот знаете, как будто вторая кожа. Очень классный. Мне нравится. Коленочки не вытягиваются. Короче, как хочешь, так сидишь. Как хочешь, так лежишь. Он не помнется. Внешний вид не потеряет. Ну, короче, классный. Ну что, ребят, сейчас будем примерять. У меня 15 минуточек. Короче, я думала, что курьер зайдет, но он не стал заходить. В общем, смотрите, сразу покажу. У меня есть курточка. Это Лакоста. Классная курточка, но немножко мне маловато. Это просто к сравнению с следующими вещами. Он мне вот так прям вскрыл. Открыл прям мне. Короче, это не реклама. Ничего не подумайте. Это реально мне нужно. Поэтому я заказала. Ой, она вообще... Слушайте, ну это вообще... Это просто пушинка. Просто пушинка. Мне нравится. Вот эта моделька идеально подойдет. И с юбочкой, и хоть с чем. Рукавчик немножко виноват. Прям чуть-чуть совсем. Не проблема. Мне главное, чтобы на груди сходилось. Застегивалась. Так, ну все хорошо. И с джинсиками, и хоть с чем. И вот для нашего краснодарского края такой воротничок просто необходим, потому что... Ну, у нас все-таки более жарко, чем во всей остальной России. Ну, будет холодно. Водолазку надену. Вот так вот цвет черный. Черный, да. Следующий. Следующий. Тоже что-то очень тоненькое. Блин, вообще невесомое. Просто невесомое. Вот этим и славится Юникло. Что просто невесомое. Сейчас вам покажу. Вот такие однички. Это Юникло бренд. Жилетка. Слушайте, а что я все черное заказала? Думала, синее. Она какого-то цвета такого. Что-то черно-синеватая. Тоже прикольно. Ну, по сути, это та же самая куртка, только это жилетка. Не знаю, даже взять, не взять. Сейчас взятку. Обновляю. Да, возьму. Возьму, потому что вещичка такая, знаете, без которой прям жизнь не жизнь. Альфа-банк расширил условия по семейной ипотеке и снизил ставку до 5,5%. Успейте оформить в марте. Джеггинсы. Вот такие джеггинсы. Сейчас я их одену в обтяжку. Снизу в обтяжку. Там я не отражаюсь в зеркале. Все мы помним наш волшебный телевизор. Надеюсь, что не отражаюсь. Так, ну если даже отражаюсь, ну что теперь? Так, ребят, смотрим. Я прям второплюсь. Ну классные, классные. Тут даже говорить нечего. Как я быстро сообразила-то. Вот, смотри. Классные джеггинсы. 46 размер. То, что нужно. Прям не сковывая движение. Почему люблю в обтяжку скини? Ну потому что чувствую себя в них комфортно. Вот, какие бы я джинсы не покупала себе, свободные, всякие разные, я лучше, чтобы забалансировать, знаете, так ноги, чтобы они как спички не казались, я лучше кроссовки помассивнее одену. Но буду чувствовать себя комфортно. Вот так. Чем вот все такое большое, оверсайз, ну даже пусть не оверсайз, а просто свободное, блин, и ты в итоге выглядишь вдалеке просто вот такая вот прямая колбаса. А я люблю, чтобы ножки были худенькие, ручки худенькие, грудь красивая, в общем, все, чтобы было красиво. Ну все, ребят, я побежала, скажу, что все, беру, пойду рассчитываться, я довольна, я довольна. Это одна из моих самых удачных покупок. Все взяла, без остаток. Вообще класс. Так, смотрите, разглядываю куртку, внутри вот такой кармашек, и в кармашке лежит вот такой мешочек. В этот мешочек можно собрать куртку. Короче, очень-очень крутая задумка, мне нравится. Смотрите, вот так вот убирается все. Допустим, ну походила, жарко стало, взяла, свернула, и вот в такой маленький мешочек все упаковывается. Очень круто. О, и в жилетке точно такая же тема, только мешочек, по-моему, даже еще немножечко меньше. Круто, круто. Ну и внутри, смотрите сами, какое качество, как все швы обработаны. Вот за это я очень люблю Юникло. Это вещь, которая будет долго служить, качественная, хорошая. От чего вот эта штучка, я даже не знаю. И с обратной стороны здесь тоже есть, ну типа, вот так можно это... Так, сейчас, секунду. Нет, не поняла я, зачем она нужна. Ну-ка, в куртке тоже такое есть, и в куртке тоже такое есть. Кто знает, для чего вот эти штучки... Мы едем за Алисочкой. Сидит, смотрит, что там мамочка хочет заказать в ее комнату. Нравится мой выбор или не очень? Хорошо все. А то вчера прямо у нас споры были. Синди. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. А какой у нас подарочек для тебя есть? Могу найти расческу. Ну ладно, кусту я буду. А вот и подарочек аж Синди испугалась. Ой, Алис, ой, а это что такое? Это крыша, наверное. Папа, ты собака гуляешь? Да, Синди. Хорошо. Синди. Класс. У нас Синди обожает вот такие домики. Мы прям для нее купили. Чтоб она играла, ей было не скучно, чтоб у нее не было депрессии. Сеточка. Так вот, хороший глубокий домик. Тут теперь надо за веревочки привезти. Угу. Давай привяжем. Брегиатори. Верх выбежи. Отпускай. Я пока что сюда принесу. Мама, сюрприз для тебя. Стой, не смотри, Синди уже. Синди уже сам не смотри. Я ей глаза закрыла. Вот такой домик. Какой хороший размерчик. Она еще не видит. А что тут за ниточка? Папа, ну что, просторно в домике? Да. Тут крыша с вентиляцией. Это круто. Да, не задохнется. Синди, вот только обещай, пожалуйста, не ходи туда в туалет и не блюдь там, пожалуйста. Если надо, что я тебе поставлю там и воду, и корм. Нет, корм сюда и воду. Или жанку тебе сделала, пожалуйста, не портит. Лижанку можно, но ничего больше не взять сюда, не надо. Я ей просто говорю, чтобы она не пустила. Кайфует, да? Ну, она будет со мной спеть. Тихо, тихо, тихо. Синдюша. А, смотри, а. Ау, ау. Ой, ой, радость ребенка. А, она прямо говорит. А, а. Алиса ушла играть в домино, а я хочу вам вот что показать. Мы заказали новый рюкзак. И в комплекте к нему заказали вот такой пакет для обуви. Сегодня его получили. Очень классная серия. Эрик Раузе. Ну, это производство России. Просто они именуют себя как Эрик Раузе, типа на немецкий манер. Что вроде как... Ну, это я слышала о том, что у них такая концепция, что типа у людей к немецким названиям больше доверия. Хотя на самом деле это расистое производство. Смотрите, вот сеточка. Прям реальная сеточка. Я так понимаю, что она светоотражающая с одной стороны, с другой стороны. Ну, просто сеточка. Для того, чтобы обувь высыхала, не парилась в этом пакете. Пакет большой, красивый. С обратной стороны он под нашу синдичку. Чему понравился Алисе. В сентябре хотели заказать такой комплект. Вот такой рюкзак. Но мы не смогли такой рюкзак найти. Их все раскупили. Вот такой вот. Открывается сверху. Вот таким образом. Дедушка одобрил. Отлично. О, котятки сидят. Котятки, ребятки. Эй, котятки. Котятки, козлятки. Ну, Синди нравится. На чистеньком. Да, 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 как защитник. Котятки все любят. Или высоко где-то садиться. Или так, чтобы их не видели. Да. Потеряли, нету блянки. Нету. А куда делаешь? Я встали одевал. Ну, костюм, который ты мне тут черный. Это нам мальчики подарили. Ага. Одевался. Ну, и шкафчик оставил. А, на. У нас было такое тоже. Мы пошли гулять, приходим к кошке. У нас всю дверь разодрала она. Понимаешь? Ня, ня, нер. Да и фиг с ней. Фиг с ней, пропала и пропала. Открываем. Как спала, так и спит ей. Это идеальное место для нее, да? Я коня тебе нарезал. Зачем ты? Лисюш. А, ты вкусняшку? Вот, конину Леша купил. Вкусненько. Вот, 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 вот. Пробой. Ну, как это куда чердеть? На тарелочке положи? В пакетик. Належь в пакетик? Нет, на тарелочке. Ну, все, тогда я буду. Дай, счастлив. Дедушка, подожди, пожалуйста. На, отрывай, отрывай. Ты же не играешь, если бы ты убежала. Ты же побежала кушать. Скорей, быстрей. Ну, давай, пробуй. Вкусно? Такая пупуня стала. Она кайфует. Это я ей сама все сделала. А баба завязала там шнурки. Молодцы. А это еще ко мне сегодня пришло. Ой, господи, а это что такое? Для обуви. Как Синди. Расцветка Синди. И рюкзак такой придет. Это вот урожай. Мешочек. Трубову носить, да? А? Обувь носить. Обувь, обувь, да, да, да. А грунтру обувь носить. Она засегивается тут? Ну, так вот так. Вот затягивается. Ага. А то идем, то один ботинок валяется. А то в школу они так едут, машут вот таким. Это вообще... Вот затягивали на замках что-то были. Да, по-другому никак. Ну, хорошо, красиво. Нравится? Нравится? У меня еще такой рюкзак будет. Ну, дедушка все оценил. Все нравится ему. Для ребенка отлично. Прекрасно. Дедушка, у меня будет такой рюкзак. У меня будет такая спортивная сумка еще. И пенальчик. Да. Прекрасно. Видишь, как мама... Вот ты, мама, слушайся. Мама, видишь, как старается для тебя? Что для тебя делать? Ты уже маме должна помогать все. Ты помогай ей. Она помогает. Всегда спрашивает. Тебе помочь, мамочка? Тебе помочь. У меня поможет, мама, я ей готовлю. Молодец. Пирешко. Ну, кто же еще будет помогать маме, если не ты? Был бы сын, помогал бы папе. Доча помогает маме. Я ей сказала, давайте... Я вчера ей сказала, давайте приготовлю окрошку. Она сказала, что не хочет. Ну, в другой раз. Ничего страшного. Окрошку уже. Уже на окрошку мы замахнулись. Молодец. Родители отправим куда-нибудь. Ты нам будешь готовить. Еще селедку под шубой хочу. Кстати, я не выставила видео. Анатолий Григорьевич снимал, как Алисочка готовила пюрешко. Да. Пока мы ездили за бабой Леной, я не выставила, нет. Но я выставлю, я забыла просто. Умничка. Вот такой у нас вечерочек, ребята. Ну, ладненько. Ладненько, до свидания. Всем пока-пока. Всем зрителям тоже пока-пока. Так, я тарелку забираю или что-нибудь, ты сам не собираешься. Я и курицу положил. Что она там съела? Все съела, лысая тарелка вообще. Ой, молодец какая. Доброе утро. Сегодня мы... Алисенька нас пригласила к себе на завтрак. Приготовила пюре с сосисочкой. Таня с морковкой кушает. Родители Алисины уехали за бабой Леной в Сочи. Через часика 4 приедут. А мы уже сыты. Так что внученька уже выросла. Кто говорил, что она не умеет готовить, зря. Она готовит. Алисенька! Спасибо. Очень вкусно.